МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на Хабар-24. Мы рассказываем о самом важном и интересном к данному часу в студии Патогос Саркулова. В Алматы продолжает работу международный форум Digital Алматы 2021. С обращением к его участникам уже обратился президент Казахстана. Глава государства отметил, что это первое международное мероприятие в Казахстане, которое проходит в уже подзабытом оффлайн-режиме. Хасмужам Артукаев поделился своим видением перспектив цифровизации после пандемии. По его словам, коронавирус стал катализатором прогресса практически во всех технологических сферах. Отмечу, форум по традиции собрал политических лидеров, глав правительств ЕАЭС и международных экспертов области цифровых технологий. В своем обращении глава нашего государства также отметил, что в стране более 90% госуслуг оказывается в электронном формате. А в период карантина почти 6,5 миллиона казахстанцев получили поддержку государства с помощью цифровых систем. Также создается национальный кластер искусственного интеллекта. Но объемы информации растут и требуют более эффективной обработки данных. Поэтому государство в течение ближайших пяти лет планирует привлечь в эту отрасль около 500 миллиардов тенге инвестиций. Уже в этом году в налоговой сфере начнут внедрять блокчейн. Об этой же технологии говорили главы правительств Евразийского экономического союза. А премьер-министр Беларуси предложил членам ЕАЭС разработать совместный проект «Умный город». Реализовать его нужно на мощных цифровых платформах, чтобы грамотно решать вопросы в коммунальной сфере транспорта, дорожной инфраструктуры. Прежде всего, естественно, для нас очень важен опыт именно Евразийского экономического союза, потому что у нас гармонизированное законодательство, поэтому мы в едином союзе, поэтому для нас опыт Российской Федерации, Беларуси, ну и других наших партнеров очень важен. Ну и у нас есть свой достаточно большой опыт, за прошедшие годы мы достигли неплохих, я считаю, результатов в этой связи, поэтому мы тоже свой опыт для этих стран, и он им тоже интересен. К другим темам. Казахстан перешел в зеленую зону по темпам распространения коронавируса. В опасной красной зоне в стране на сегодня остаются три региона – Павладарская, Акмолинская и Североказахстанской области. Западноказахстанская область вышла из нее. Таким образом, в желтой зоне находятся столица – Атырауская, Восточноказахстанская, Западноказахстанская, Хостанайская и Карагандинская области. В зеленой – все остальные регионы. Отмечу накануне главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов внес изменения в постановление о карантинных мерах. Согласно этим поправкам, к примеру, массовые посещения религиозных объектов, находящихся в красной или желтой зонах, запрещены. На объектах в зеленой зоне можно проводить коллективный намаз в мечетях при заполняемости до 30%, но не более 100 человек. Тем временем за минувшие сутки в стране выявили еще 1186 новых случаев ковид. Максимальный прирост вновь в Павлодарской области. Там заболели сразу 225 человек. Всего в стране подтверждено свыше 192 тысяч случаев. Число излечившихся от COVID-19 выше суточного прироста заболеваемости. Побороль вирус 1450 человек. Лечение продолжает получать почти 27,5 тысяч казахстанцев. Более 640 тысяч пациеронализов провели в Атараусской области с начала эпидемии коронавируса. Это самый высокий показатель по республике. На территории региона сейчас работают 12 лабораторий, которые готовы обслуживать до 7 тысяч человек в сутки. В среднем за сутки тестирования там проходят 4000 жителей. Напомню, область по-прежнему в желтой зоне. За минувшие сутки там выявили 44 новых случая ковид. У нас самый высокий показатель по стране. Только за прошлый месяц мы приняли 120 тысяч ПЦР-анализов. Это в два раза больше, чем в сентябре. А по сравнению с показателями в декабре выше на 29%. 8,5 тысяч медицинских работников планируют вакцинировать против COVID-19 в Западно-Казахстанской области. Почти 250 медиков уже получили прививки. Во второй поликлинике Уральска ежедневно прививают по 10 человек. В их числе и сами врачи и медучреждения. Также начнется иммунизация педагогов, полицейских, работников медико-социальных и закрытых учреждений. За соблюдением алгоритмового вакцинации наблюдают и члены общественного контроля. В городе прививочные кабинеты работают во всех поликлиниках. Сейчас идет пандемия, все в курсе. Чтобы не заразиться, вот для этого и привилась. Нормальное состояние, хорошее, отличное. Рекомендую всем привиться. Сегодня наша задача была посмотреть, как реально проходит вакцинация медиков в наших, допустим, медучреждениях. Сегодня мы посетили поликлинику номер 2, просмотрели весь алгоритм с участием самих медиков, которые согласились получать эту вакцину. Мы бы тоже хотели получить вакцину, чтобы впоследствии не болеть, значит, получить антитела. И о ситуации с ковид в мире. Иммунизация вакцины британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca стартует выйти в выходные во Франции. Первыми прививки этим препаратом получат медицинские работники в возрасте до 65 лет. Французские эпидемиологи планируют к концу марта сделать от 5 до 10 миллионов прививок. Только в этом случае, по их мнению, они смогут повлиять на распространение вируса. Отмечу, что на сегодня в стране продолжают ежедневно регистрировать порядка 20 тысяч новых случаев коронавируса. К новым ограничениям мы можем прибегнуть только в крайнем случае. Сейчас в этом нет необходимости. У нас высокий уровень заболеваемости. Но он все же не превышает показателей октября прошлого года. 10 миллионов человек намерены привить власти Германии от коронавируса в первом квартале. А уже летом начать иммунизацию рядовых граждан. Такие планы озвучила накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель. По сравнению с Англией и Израилем, компания по вакцинации идет медленно. Но производители обещают выполнить план по доставке. К примеру, немецкая компания BioNTech сообщила, что хочет увеличить объем производства. До конца года концерн собирается выпустить 2 миллиарда доз своей вакцины. Отмечу сейчас. По данным института имени Роберта Коха, первую прививку от COVID получили 2,5% населения Германии. Это больше 2 миллионов человек. А необходимую вторую пока только 750 тысяч. Среди них пациенты с хроническими заболеваниями, пожилые люди старше 80 лет, медработники и сотрудники домов престарелых. Мы надеемся, что благодаря вакцинации количество новых инфицированных будет снижаться, и мы начнем возвращаться к нормальной жизни. Однако, несмотря на вакцинацию, вирус остается с нами. Скорее всего, нам придется какое-то время жить, соблюдая ограничения. Запрет на контакты должен будет действовать, пока идет программа вакцинации и сниматься постепенно. А карантинные меры будут действовать для всех, даже для тех, кто получил вакцину. Израиль уже начинает массовую вакцинацию своих граждан старше 16 лет и не связанных с группами риска. Тем временем, антипрививочники в социальных сетях активно призывают отказаться от иммунизации. О спорах в израильском обществе Сергей Ауслендер. Ситуация ухудшается, так говорят в Минздраве. Несмотря на массовую вакцинацию, по-прежнему в день выявляют по 7-8 тысяч больных. Госпитали буквально забиты пациентами в тяжелом состоянии. Среди них очень много молодых и детей. И все это, несмотря на беспрецедентные темпы вакцинации. Второй дозой уже привито около 2 миллионов человек. Министерство здравоохранения пошло на беспрецедентный шаг. Первым в мире Израиль начинает вакцинацию всех граждан старше 16 лет. Пожалуйста, прививайтесь. Это не просто важно. Речь идет о национальной безопасности. Каждый день промедление обходится нам в человеческие жизни. Приходите, приводите родственников, поймите, наконец, это наша общая ответственность. Если мы хотим вернуться к нормальной жизни. Его слова убеждают не всех. Так называемые антипрививочники организовали в сети флешмоб. Они записываются на вакцинацию, а потом не являются на прививочные пункты. Просроченную вакцину приходится выбрасывать. Власти даже не знают, как на это реагировать. Мэрия одного из городов пошла на необычные меры. Заявила, что снизит муниципальный налог, а это в среднем 300 долларов в месяц для тех, кто привился. Вакцинируют школьников выпускных классов, иначе они не смогут закончить учебу и получить аттестаты. Летом я сдавал выпускной экзамен в закрытом классе, и мне пришлось пойти на карантин из-за подтвержденного носителя, который был со мной в одном помещении. Все это не будет актуально, когда меня привьют. Учитывая все соображения против и за, связанные с вакциной, соображения за преобладают над против. Поэтому я здесь. Про открытие системы образования в правительстве идут яростные споры. Одни предлагают начать постепенное возвращение школьников уже со следующего воскресенья. Другие настаивают, это немедленно приведет к новой вспышке болезни. Есть другое решение – регулярно тестировать учеников и учителей. Решение о продлении карантина, который заканчивается 5 февраля, пока не принято. В Великобритании число летальных исходов из-за COVID-19 превысило 100 тысяч, а общее число зараженных с начала пандемии приблизилось к отметке в 4 миллиона. По словам специалистов, эпидемиологическая ситуация обострилась из-за нового штамма коронавируса, а также послаблений ограничений во время новогодних праздников. И хотя в стране успешно запущена программа вакцинации, пока Британия практически закрыта на въезд и выезд. В Королевстве ввели третий локдаун. Многие предприятия не работают, а выходить из дома можно только в случае крайней необходимости. Тем временем профсоюзы Франции требуют у правительства защиты от массовых сокращений в период санитарного кризиса. Они провели общенациональную забастовку. Согласно официальной статистике, с начала пандемии в Пятой Республике число безработных увеличилось на 265 тысяч человек. Тему продолжит наш корреспондент во Франции Алия Сыздыкова. Во Франции сегодня шумно и многолюдно на улицах, а во многих учреждениях, наоборот, день затишья. Общенациональная забастовка объединила тысячи людей по всей стране. Сегодня не вышли на работу многие врачи, учителя, работники транспортных и энергетических компаний, сотрудники частных предприятий, музеев, библиотек и многие-многие другие. Главная суть их требований, чтобы государство защитило рабочие места и условия труда. Еще до пандемии ситуация была не самой благоприятной, особенно в финансируемых из бюджета секторах. Но санитарный кризис обострил еще больше все имеющиеся проблемы. До миллиона рабочих мест могут сократить в ближайшее время во Франции. Крупнейший туристический оператор сократил 600 сотрудников. Некоторые из них присутствуют здесь. Мы продолжим борьбу в марте в суде, чтобы аннулировать план сокращений. Может быть, нам удастся добиться справедливости. Но сегодня я сам попал под сокращение, но пришел бороться за то, чтобы правосудие вернуло мне мое рабочее место. Многие молодые люди потеряли работу. Каждый третий остался без средств к существованию. Число молодежи, живущей на пороге бедности, не перестает расти. Немало студентов вынуждены стоять в очередях в точках раздачи бесплатной еды. Мы призываем правительство обратить внимание на эту проблему. Как и все аэропорты мира, мы ощутили падение трафика, что повлияло на всю деятельность предприятия. Было решено применить схему добровольного ухода, в результате чего 1200 сотрудников покинули свои рабочие места. В результате предприятие уменьшило фонд оплаты труда, но при этом хочет снизить оплату тем, кто остался, и повысить нагрузку, перераспределив обязанности. Мы с этим не согласны. Эта акция протеста подытожила профессиональные забастовки, которые весь последний месяц разворачивались в Пятой Республике. Санитарные ограничения не запрещают проведение массовых манифестаций. Похоже, что французы, устав от бесконечных противокоронавирусных мер, уже готовы к новой волне социальных протестов. Алья Сыздыкова, Руслан Умиржан, Хабар 24, Париж, Франция. А владелец ресторана в Праге открыл свое заведение, несмотря на строгие запреты. Таким образом, бизнесмен решил выразить протест против коронавирусных ограничений в стране. Заведение продолжает принимать клиентов. Отмечу, что рестораны и пабы в Чехии закрыты с середины декабря прошлого года в целях недопущения распространения вируса. Чехия – одна из стран Европы, наиболее пострадавших от второй волны коронавируса. По официальной информации, с начала эпидемии в стране подтверждено свыше 16 тысяч летальных исходов от COVID-19. И к другим темам. С начала года в три раза увеличились рейсы паромов, перевозящих грузы между Ирландией и Францией. Резкий рост грузоборота начался после Брекзита. Теперь перевозчики предпочитают более простые маршруты, идущие в обход Великобритании. Паромы курсируют напрямую между ирландскими и французскими портами. Это избавляет водителей от бюрократии. Отмечу, до Брекзита более 150 тысяч грузовиков перевозили 3 миллиона тонн грузов из Ирландии в другие страны ЕС и обратно по британским дорогам. В январе мы насчитали около 9 тысяч трейлеров, а годом ранее было 3 тысячи. То есть наши грузоперевозки в Ирландию выросли в три раза. Польские спасатели спасли оленей, провалившихся под лед озером. Браконьеры начали охоту на животных. Они напугали их петардами и загнали на замерзший водоем. В результате чего лед не выдержал, и олени провалились. Пожарным из города удалось спасти 13 оленей, привязав их веревками. Еще 19 утонули. По словам полицейских, злоумышленников удалось задержать. Мы хотим сообщить о жестоком обращении с животными. Мы получили достоверную подробную информацию, включая регистрационные номера и имена причастных лиц. Эти люди – браконьеры, охотившиеся за оленями рогами. Они бросали петарды в животных, тем самым запугивали стадо. На юге Чили тысячи рыб выбросились на берег местного пляжа. Инцидент произошел в 500 километрах от Сантьяго. Первыми мертвую рыбу заметили местные жители. Сейчас причины массового мора выясняет группа экспертов. На берегу, кроме рыбы, были обнаружены и другие морские животные. По предварительной информации Государственной национальной рыболовной службы Чили, в воде был обнаружен хлорофилл. В больших количествах вещество способно снижать уровень кислорода в воде. И вернемся к событиям в нашей стране. Работы меньше не стало, а заработную плату урезали. В Туркестанской области индивидуальные помощники по уходу за инвалидами собрались перед зданием областного Акимата. Их не устраивает новая тарификация оплаты труда сиделок. Требования собравшихся выслушал мой коллега в регионе Рауль Габитов. Уход за человеком с особыми потребностями требует много терпения и времени. С такой работой справляется не каждый. Услуга оплачивается государством. И зачастую для сиделки это единственный источник дохода. Но с нового года выплаты сократились. Раньше за каждый час работы платили 358 тенге, а сейчас 310 в месяц. Это примерно 24 тысячи тенге. И то, если работаешь 18-20 дней. У меня трое подопечных. Ухаживать за ними непросто. В прошлом году за работу мне платили 70 тысяч тенге в месяц. А в этом всего 43. Между тем у меня шестеро детей. Как мне прожить на эти деньги? Дело в том, что раньше индивидуальные помощники получали фиксированную оплату. Но теперь условия изменились. Зарплата помощникам начисляется в зависимости от того, сколько времени они провели, ухаживая за своим подопечным. Моей жене платят только за 4 часа работы. Но ведь она постоянно рядом со мной и к тому же не сидит без дела. Согласно новым правилам, индивидуальные помощники должны отчитываться за каждый час работы. То есть снимать свои действия на камере. Это что-то неслыханное. Ситуацию разъяснили в Управлении занятости и координации социальных программ. Одни сиделки проводят с инвалидами 2 часа в день, другие больше. Но сложно поверить, что один человек в течение месяца ухаживал за подопечным по 8 часов в день. Поэтому индивидуальный помощник будет получать зарплату, соответствующую проведенному на работе времени. Собрание у областного Акимата ни к чему не привело. Специалисты говорят, есть правила и их надо придерживаться. Поэтому о повышении зарплат помощникам речь пока не идет. К слову, всего в регионе 94 500 человек с особыми потребностями и более 2,5 тысяч индивидуальных помощников. Парауль Габитов, Самат Нагашпекулы, Ербулат Абишев, Хабар-24, Туркестан. Напомню, в Алматы продолжает работу международный форум Digital Алматы 2001. К его участникам обратился президент Казахстана. Глава государства отметил, что это первое международное мероприятие в Казахстане, которое проходит в уже подзабытом оффлайн-режиме. Хасам Жамартугаев поделился своим видением перспектив цифровизации после пандемии. По его словам, коронавирус стал катализатором прогресса практически во всех технологических сферах. Серьезный импульс к развитию получила телемедицина. На новый уровень вышли облачные технологии. Стали широко востребованными сервисы электронного правительства и платформы для дистанционного обучения. В Казахстане, например, более 90% государственных услуг уже оказывается в электронном формате. В период кризиса около 6,5 миллионов людей получили поддержку государства посредством цифровых систем. Еще о событиях в регионах. Против введения дифференцированной оплаты проезда выступили водители автобусов на городских маршрутах Костаная. По их мнению, система сырая и имеет много недоработок. Например, в общественном транспорте часто не работают валидаторы. С карточек пассажиров списываются суммы, превышающие стоимость проезда в 3-5 раз. Водители просят Токемат отложить внедрение электронной системы оплаты, пока она не будет отлажена. Но местные власти сообщили, что переноса срока не будет. Дифференцированный тариф начнет действовать уже со следующей недели. Теперь при наличном расчете стоимость поездки увеличится почти вдвое – с 80 до 150 тенге. Отсрочка предусмотрена лишь для представителей социально уязвимых групп населения. Для них, кстати, не хватает льготных карт. Сейчас в обработке 10 тысяч заявок. Не успели обеспечить социальными ID-картами социально уязвимые слои населения. До 1 апреля для социально уязвимых слоев населения пока внедряться в данная система не будет. Пока мы не обеспечим социальными ID-картами полностью пенсионеров, инвалидов, все, кто желает приобрести социальную карту, получить. Также детей всех школ. Сейчас прервемся на рекламу. Она пройдет быстро. Не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Сопоставим данные статистики и мнения экспертов. Проведем собственные эксперименты и отсеем правду ото лжи. Программа «Факт или фейк? Честный взгляд на действительность». Продолжаем выпуск. «Прощай гульцары» увидели в Сеуле. В спектакле по одноименной повести Чингиза Айтматова сыграли корейские артисты. Премьера состоялась благодаря сотрудничеству с Алматинским театром музыкальной комедии. Спектакль увидел и наш корреспондент в Сеуле Владислав Цой. За свою почти 60-летнюю историю Корейская театральная ассоциация впервые решила показать казахстанскую постановку в Южной Корее. Все началось в 2019 году с подписания соглашения о культурном обмене с Алматинским корейским театром музыкальной комедии. Казахский шан-хубыс или как его называют в Кыргызстане «Темир кумус» в Корее звучит впервые. Спектакль по повести великого кыргызского писателя Чингиза Айтматова поставила молодой режиссер из Казахстана Дина Жумабаева. Ее постановка на корейской сцене была показана практически без изменений. Постановка – это результат сотрудничества с Алматинским корейским театром. Я надеюсь, что «Прощай, Гульсары» мы сможем показать в вашей стране. Все актеры и постановщик – корейцы. А по хореографии и звуку мы работали при онлайн-поддержке Казахстана. Корейская постановка в современном стиле, дополнена традиционной музыкой и движениями в корейском стиле. Поэтому спектакль, поставленный нами, имеет различия. Репетиции спектакля начались в Сеуле в конце прошлого года. Артисты должны были посетить Казахстан, но из-за коронавируса визит был обменен. Консультации с коллективом Корейского театра музыкальной комедии проходили онлайн. И даже премьера «Прощай, Гульсары» прошла с ограниченным числом зрителей. Зал вместимостью 150 человек разрешили заполнить на треть. Корейцы не знают о произведениях Казахстана и Кыргызстана. Мы тоже столкнулись с ними впервые, но заметили много схожего, близкого. Поэтому выбрали это произведение. Нам не хватало информации, мы посмотрели уже готовую постановку и провели анализ. И тогда стало понятно, почему использовано то или иное движение. Надо было объяснить это корейским актерам. И это было самое сложное. «Прощай, Гульсары» планируют представить на театральном фестивале, который пройдет в этом году в Корее. Ожидается, что оригинальную версию спектакля покажут алматинские артисты. Будет ли это живое выступление или видеозапись, зависит от эпид-ситуации. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар-24, Южная Корея. И на этой ноте мы с вами прощаемся. Берегите себя. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова